Многие врачи не могли сдержать своих эмоций от того, что происходило на улице. Песни трогали душу. И поделиться впечатлениями очень хотелось. Мы не знаем точно, можно было или нет, но доктора вышли к музыкантам. Вы знаете, очень радостно, что про нас не забывали, что про нас помнят, что мы в этом не чувствовали. Музыканты признались, так много концертов за один день они, пожалуй, никогда не проводили. Но уверенный формат можно и нужно использовать и дальше. Судя по реакции, такие выступления очень радуют зрителей. Ну а это уже другая точка праздника. Так мало нас еще не собиралось, говорят алтайские стройотрядовцы. Традиционно в День России бойцы встречаются в рамках масштабной церемонии открытия трудового семестра. И участников обычно не меньше трех тысяч. Нынешний год диктует новые правила – держать дистанцию, но главное избегать больших групп. Правда, все надеются, что увидеться получится все-таки чуть позже на стройплощадках. Несмотря ни на что, мы уверены, что наше студенческое лето в этом году состоится. В любом случае, мы сейчас ведем очень много переговоров по взаимодействию с работодателями. И студенческие отряды по всем направлениям деятельности сформированные, они в этом году будут трудиться. Нынешняя церемония в духе времени прошла онлайн. Строотрядовцы снимали происходящее на камеры и транслировали в интернет. Так же поступали их коллеги по всей стране. Вообще, большинство акций нынче перешли в онлайн-формат. Но все, кто вышел в этот день на улицы, верят, что уже в следующем году празднование Дня России пройдет без ограничений. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. День с толком.